Всем привет! В этом мастер-классе мы с вами сплетем вот такой легкий, но в то же время очень красивый браслет из бусинок. Если вам понравился этот мастер-класс, продолжайте смотреть его до самого конца. Посмотрим, как же его можно сделать. Для плетения нам понадобится бусины диаметром 4 мм. Я возьму вот такие жемчужные. Также бусины кошачий глаз стеклянная диаметром 8 мм. Застежка тибетский стиль и леска. Материалы, которые я буду использовать для создания этого браслета, мне любезно предоставил международный интернет-магазин Pantahol. Ссылочки этих материалов будут у меня внизу в описании под видео. Отрезаем 1,5-2 метра лески и по середине лески делаем такой набор. Бусина диаметром 8 мм, 2 бусины диаметром 4 мм. Сразу же набираю замочек сюда и 2 бусины диаметром 4 мм. Если хотите, можете сразу замочек не набирать, а потом отдельно его присоединить к уже готовому браслету. Берем вот этот кусочек лески со стороны вот этих маленьких бусин. Ну, то есть правый кусочек. И проходим через бусинку большую. Проводим и затягиваем его. Вот смотрите, как у нас получилось. На каждый из концов лесок мы набираем по одной маленькой бусинке. На правый конец. И также на левый конец. Опускаем их по леске. И далее набираем на любой из концов лески еще 2 бусинки. Только мы их не опускаем. А проходим другим концом лески через них крест-накрест. Когда концы нашей лески показались, мы затягиваем эти 2 бусинки. Вот так у нас получилось. Далее снова набираем по одной бусинке на каждый из концов лески. На второй конец. И также сюда набираем большую бусинку. 8 миллиметров. И проходим в эту бусинку другим концом лески через нее. Вот так. И затягиваем нашу леску. Вот смотрите, как у нас получается. Когда снова у нас здесь бусинка, мы набираем на любой из концов лески по бусинке маленькой. на правый конец. И также на левый конец. Опускаем их вниз. Далее набираем 2 бусинки диаметром 4 миллиметра. И проходим другим концом лески через них. С другой стороны. Вот так. И затягиваем леску. Вот так. На каждой из концов лески мы набираем по одной маленькой бусинке. Затем набираем на любой из концов большую бусину. И другим концом лески мы проходим в эту же бусинку, только с другой стороны. Вот так. Тянем за концы лески и затягиваем их. Снова у нас получается такое очередование. На два конца лески набираем по маленькой бусинке. Опускаем их вниз. Далее на любой из концов набираем 2 бусинки маленькие. Другим концом лески мы проходим через эти 2 бусинки. И затягиваем леску. Снова у нас получается вот такое чередование. Точно по такому же принципу мы плетем до самого конца. этот браслет по объему нашей руки или по объему кисти. Плела браслет длиной 14 см. Но объем моей кисти 15 см. Я учитываю еще замочек где-то 1 см. Вы тоже не забывайте про замочек и учитывайте его. В конце браслета как мы видим у нас по серединке идет большая бусина. Поэтому на оба конца лески мы набираем по одной бусинке. На второй конец. И теперь нам нужно набрать еще 2 бусинки. Но поскольку это уже конец нашего браслета поэтому нужно установить еще и замочек. Поэтому мы набираем маленькую бусинку затем идет замочек и затем еще одна бусинка. и через вот эти все бусинки и застежку нам нужно провести другой конец лески. Проходим и вот эту бусинку сюда же нужно провести вот так. И теперь затягиваем нашу леску. Вот смотрите как у нас все аккуратно получилось. И для удобства плетения на правый кусочек лески я набираю иголочку. Наше плетение и еще не закончено. Как мы видим на браслете где находится большая бусинка вот здесь у нас идут вот такие пробелы. то есть как бы так и просится сюда бусинка. Мы сейчас ее будем сюда добавлять. Поэтому я сначала беру правый конец лески. Вот наша леска выходит с этой бусинки. Мы проходим иголочкой в последующую бусинку. не забываем все подтягивать. Вот здесь у нас как бы не хватает одной бусинки. Поэтому я набираю на иголочку бусинку и вхожу вот эту последующую бусинку и затягиваем леску. Все хорошо подтягиваем. Вот смотрите как у нас получается. Теперь далее я прохожу иголочкой через вот эти две бусинки. Которые как бы стоят между двух больших бусинок. И выводим нашу иголочку. Леска вышла из вот этих двух бусинок. Мы проводим ее далее с левой стороны через последующую бусинку. Набираем на иголочку одну бусинку и проходим последующие бусинки. Можно сразу вот так выводить через три бусины. Вот так. И затягиваем нашу леску. И теперь смотрим. Вот бусинка у нас становится там где нужно. Видите вот здесь и вот здесь уже у нас нет никаких пробелов как вот здесь. Точно таким образом вот таким зигзагом мы идем до конца нашего браслета и с правым концом лески и также мы проделываем с левым концом лески. и также проделываем с левым кусочком лески. Вот здесь хорошенько подтягиваем проходим в последующую бусинку набираем одну маленькую бусинку на иголочку и входим в последующую бусину вот так и встает как бы на место наша бусинка и получается вот такой ровный кружочек. Далее мы проходим через две бусины как бы на другую сторону. Здесь же проходим снова бусинку и там где пробел мы набираем одну бусину и входим в последующую бусинку. бусинку так же продолжаем до самого конца нашего браслета. В конце браслета вот здесь не хватает еще одной бусинки поэтому мы ее набираем на иголку и проходим в последующие две бусинки и сразу же выводим в замочек. Вот так. Вот наши две лесочки сошлись и теперь нам в конце нужно просто закрепить эти лесочки. Смотрите вот наша лесочка выходит как бы между бусинок. Теперь снимаем иголочку и делаем несколько узелков между этих бусинок. Все, сделаем несколько узелков теперь обрезаем нашу лесочку берем зажигалочку и поджигаем вот эти концы лески и прячем этот узелок в бусинке. Все, и его больше не видно. Смотрите, какой у нас красивый замечательный браслет получился. Он довольно-таки увесистый, потому что я использовала стеклянные качественные бусинки. И вот так выглядит замочком наш браслет. красивый замочек и очень красивые бусинки, которые переливаются на солнышке. В общем, ребята, если вам понравилось это видео, этот мастер-класс, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео в социальных сетях со своими друзьями. Ссылки на материалы, которые я использовала в этом видео от магазина pandahall.ru вы найдете в описании под видео. Я желаю вам удачи в плетении. Всем пока-пока!